привет стримаши это исследователь небольшие итоги 2018 года все плохо у меня и я думаю в основном и у других конечно есть люди которые веселятся по ресторанам ходят на машинах катаются но в стримах я слышал вот говорят смотри сколько машин хожу я по улице не все время дома сижу но то что люди на машинах катаются там же тоже надо конкретно смотреть они чтобы она делали кучу кредитов понабрали основная масса еще какой-то раз я не знаю какой-то 2 3 передачу потапенко я слышал я думал уже как бы перестанут брать но что-то он сказал на 40 процентов по моему выросла все рекорды побили а что что это значит но они брали вот в том же на те же вот походы в кафе машинах ездят там есть какая-то часть я не знаю какой процент может быть около пяти которых просто деньги с ним падают они не работают это всякие какие-то чиновники и родственники чиновников то есть кто богатый это кто не делает на самом деле как я вот сейчас понял для себя говорят работать трудись результаты будут но может где-то за границей здесь наоборот будешь много работать просто кредитов много наберешь всякие ипотеки в итоге кредит он же ты его отдать не можешь уже для чего дается кредит что ты его не отдал ты бесконечно бесконечно отдавала потом это нарастало товары которые тебе все те же самые квартиры машины они специально рассчитываются чтобы ломались ты будешь опять пытаться эти дыры затыкать семью содержать и в итоге ты все проиграешь вот он так рассчитана заранее но я говорю кроме вот исключений естественно берет но как же вот внутри кто-то там вот ездит на майбухе он ничего не делает не работает человек который на майбухе так что даже вот заходил я в новые дома в какие-то вот вижу строят новые дома даже здесь вокруг построены дома но там парадные чистые не обвалившись краска плитка при входе там тоже все плохо так если внешне посмотреть симпатично на самом-то деле чего хорошего эти дома 25 этажей огромные но это не комфортное жилье ясно что каждый разбегается в квартирку свою и там ремонтика сидит и там тепло ну это хлам жилье вот эти вот муравейники саны там куча домов еще рядом но куча этих районов там по окраинам там какие-то садики строят что-то у них там не хватает который застройщик он пихает как обычно свою обслуживающую управляющей компании от которой потом они начинают вещать все известные эти истории пока хватает они верещат потом начинают вещать вылезают на митинги но как бы кому дело их до них есть другим людям например в том же самом городе если них нашлись деньги на квартиры там 5 10 миллионов то дофига людей живет в старых домах как они как люди могут вообще друг друга поддерживать какие-то совместные дела вести так что у меня а вот передо мной выскочил опять метро строят все миллиард станции в москве построили перед этим я тоже слышал это целый год я не против правда но я так быстренько посмотрел тут ничего тоже хорошего нет это мега плохо вот что они построили 33 километра из кук станции это очень плохо потому что смотрите думал москве концентрируется прыгая куча народу зачем это нужно что только там работа есть но это плохо остальные значит регионы сдохнуть ну что это не страна помойка зачем концентрироваться зачем людям ехать центр все время зачем там запихивают какие-то офис если их можно равномерно даже раскидать городе ну это просто глупость вот так делать потом кто ездит на метро и общественном транспорте это в основном нищета смерти ну я тоже самое я меньше уже стал сейчас ездить потому что дорого это же хлам отребье ездить общественном транспорте хорошо конечно по новей когда автобус какой-то но все равно там давка люди дышат друг на друга сигаретами пердят и то есть это вообще не развитие никакое какую-то линию запустить и быстро я посмотрел фотки сейчас это все в небо дешевое посмотрите нету ограждения где вот поезд едет то есть опасно люди могут свалиться хотя в других нормальных метро там делают дверцы либо такие вот установленные даже на открытые нужно дверцы сделать в общем это именно вот для халапья чтобы она тут прибыль барином приносила это все не для людей там я не знаю есть ли подъемы для инвалидов должны быть лифты чтобы мобильные люди могли спускаться и не вижу здесь сделано не сделано наверняка нихера не сделано тут я видел один переход такой современнее метро переход у метро там был лифт и он не работал и там был написано надо код позвонить мне не стал звонить я же пока не инвалид еще ну как-то непонятная схема короче и куча есть перехода в день пожилому молиду не залезть сделали пару тут переходов рядом все все ужасно просто никакой людей опять же концентрация это москве просто на бессмысленно туда ездят люди какие-то рассказывают работу чё в итоге в итоге все и там развалится небольших городах и в этом центральном тоже развалится тем более кстати я лично тоже это оплачивают это все жирование москвы товары вот которые крупных сетевых магазинов там очень много московских товаров и консервы половина консервов там москва московская область а зачем мне это оплачивать ладно было где-то метро для холопов но здесь бы мне построили я бы холоп доносился но поскольку товара даже те которые не московские там написано поставщик московский там мытища очень много чего-то мытища этих левых фирм и то есть ну не только у меня я уверен здесь а все вот и вся страна оплачивает дайте в общем-то убогие станции метро ну да ладно в общем москву разговаривать ну что что еще часто люди говорят что ничего не меняется конечно меняется хорошую сторону потому что строить не поменялся тут же такой строй феодальный рабовладельческий говорили феодальный но уже скатился к рабовладельческого я далее заботится от немножко там на территории рабах но тут рабовладельческий просто мрут но на убой отправляется на родец владельческий ну и фашистская верхушка это когда там начальство самое назначенное никто его не выбирал никогда не чиновников не президента но все кругом подавляет высасывает кровь из всего все остальное мрет вот такой устроить давным-давно уж этот фашизм кругом ходит и в италии и до нее еще был где-то читал по европе тут все то же самое поэтому ну ясно что куда в хорошем как поменяется изнутри фашизм не победить люди говорят я согласен снаружи что тоже в этом году кстати я много понял какие-то вещи основные сидел голову ломал почему не получается как-то даже немножко государства поджать борцов которые грамольки какие-то одна десятая процента но они есть же все-таки потому что весь мир европа сша кого там часто вспоминают может китай они все помогают бандитскому режиму за деньги там вывели от 4 до 20 триллионов долларов во все страны в разные раскидали европы сша гонконг наверно может японию и они помогают кот купил запугал кого-то за поставки газа какие-то с помощью которую не там в германии например которую с помощью того газа не там тоже навариваются свои интересы в общем и всех испанию хотя не говорят там есть законы по отмыл запрету отмыл этих средств денежных но все это обходится легко вот в этом-то и корень не нет никакой борьбы с преступностью там сахеревший сахеревший там бандитской россии просто их принимают и целуют ну и как бы говорят вы тут не балуйтесь здесь вот у нас там во франции гонетизм не разводите голову не режьте деньги там любые там ворованные с наркотрафика все привози вот такая есть проблема ну хотя бы поэтому хотя бы осознать ее можно я осознал когда народ допрет все эти вот встречи г-10 г-10 г-20 г-8 это все политики такое же отребье не просто так они встречаются против своего народа не против нас действует но говорят как будто вот будет запрос от нового там правительство что вот мы тут пострадавшие обратно они пришлют эти денежки заживем учет и от сильно сомневаюсь я не остались куда-то их там по вкладывали тем более какое правительство просто правительство на сменит и скажут пришлите денег зачем мысли сама здесь нечего некуда вкладывать сама неэффективная ну как медицину какой киньи построит кривую поликлинику в которой очереди будут именно система должна измениться взаимоотношения исчезнуть все начальники эти мега президент и премьер-министры чиновники должны перестать деньги распределять ну если коротко просто самого государства но не нужно совсем вообще ничего страшного не произойдет если исчезнут все его структуры даже полиции суды наверно лучше даже станут сейчас они как фикция такая не отписали я уверен и всем остальным где суд там проблема там с крыши течет что-то обидели денег не дали работодатель не заплатил в прокуратуру иди но там ты ничего не добьешься вообще с доказательствами с фактами с медиа потому что эти все органы против вас изначально построены ну судей можно завести из границы там всякие детали есть решение не хочу сейчас говорить долго все решается вообще элементарно за один день свет какую-то общую идею найти сейчас пока нету лидер где есть строй сменить владельческие на в идеале на либертарианство инорхизм какой нету что нету все есть но просто как обычно копирует копировали раньше 200 лет назад сейчас возьмите скопируйте там что-то не переносится с другой стороны не переносится если ничего не делать это как бы обман такой вот серена люди врут там потому что все работает все можно перенести с чего угодно просто не делают не хочет как будет человек или там народ этот ноющий так если захотеть бы человека просто захотеть надо и все так конечно в основной массе этот народ вот это вот противное слово действительно смотрят завидуют наверное чиновникам как они на домах золотых унитазах сидят на огромных там машинах ездит и хотя тоже там сидеть чтобы их никто не мог тюрьму посадить и других людей бить и убивать поэтому то ясно это все и неприменимо будет так что вот еще один такой вот коренной вывод за год где-то я созрел где-то я подозревал все это что дащи данным давно чтобы государство это говнило не какую-то ненужное такого резкого шоку на поэтому не возникло и народец который выходит горит там путин помоги мне только зарплатку подними а строй пускай будет вот этот фашистский рабовладельческий они же не против вот народ ужасные граждане просто даже государства выкинь и этого царя то народ опять ему нравится весь этот бандитизм там все друг друга и шокерами пытать судьи эти которые как-то что назвать ты их ну какой цирк 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 цирка чьи там и плохой цирк конечно такой судьи плохой цирк ну надеюсь как-то допрет до людей те кто не хочет меняться подохнуть и еще говорят вот революция революции не было вообще да в россии сто процентов где-то феврале по 18-го было до ленина но она возможно наверное возможно либо тоже тут не проблема даже если не получится говорят не получится революции то все равно ты не меняешься значит умрешь у другие более какие-то вы разложишься снижешь и умрешь так что тоже что-то вечное не будет просто жизни человек короткая он не успевает заметить за свой период изменения тем более тут активно вредят вот такой еще сделаю надеюсь ролика всякими итогами пока что все подписывайтесь указки наши